Друзья мои, мы в прямом эфире, с вами компания Infinii. Сегодня здесь замечательные люди собрались, я хочу вам всех представить по порядку. Здесь у нас Денис Деркач, он сейчас попозже включит камеру, покажется. Здесь у нас Константин Шерер, здесь у нас Анатолий Тимофеев, который сегодня будет делиться опытом. Здесь у нас Елена Мунко и с вами Фомин Алексей. Я с места в карьер. Значит, сегодня цель какая? Мы сегодня будем вам рассказывать практическое применение, как находить дешево товары, где их размещать, как их ставить и так далее. То есть Анатолий сегодня даст всю практическое обучение. И в процессе, ближе к концу, наши партнеры, наши лидеры смогут задать вопросы, чтобы помочь нам всем проснить ситуацию. Мы займем где-то минут 40, дольше не будем сегодня вас задерживать. Анатолий, тебе слово. Да, ребят, всем привет. Сегодня, как обещал, посмотрим, как искать товары. Значит, смотрите, тогда начнем. Так, видно мой экран, да? Да, да, видно. Смотрите, перед тем, как начнем, я расскажу, как искать товары. Давайте немножко, как бы еще раз поговорим, потому что мне вот за несколько дней позвонило очень много людей, и я понимаю, что понимание еще не у всех есть вообще, чем мы занимаемся. Давайте я сейчас еще раз на этом остановлюсь. Смотрите, мы продаем товары с Амазон на ebay. Это товары реальные, и покупать у вас будут их люди тоже реальные, американцы. Некоторые у меня спрашивают, а что мы вот так учимся, это какие-то виртуальные штуки. Я говорю, ничего виртуального, все реально. Если вы где-то накосячите, если вы что-то сделаете не так, у вас, вы будете иметь реальные потомые проблемы, соответственно, да? Поэтому это надо понимать. Вот. Значит, по поводу... Название, хотел остановиться отдельно. Большинство людей, которые смотрят на ebay товары, они не обращают внимания на описание сильно, да? Первое, что бросается в глаза, это название товара. Это самое важное. Вот они смотрят название, и все, могут даже описание даже не читать, они просто им понравилось, они раз и купят. Если у вас в названии что-то не так, что-то не соответствует, какое-нибудь лишнее слово, вы потом будете иметь больше проблем, чем прибыли. Поэтому тут надо тоже понимать и к этому внимательно относиться. Так, теперь по поиску. Ну, с чего можно начать? Есть такой сервис, watchcount.com. Этот сервис как раз отслеживает популярность товаров на ebay. Начать можно с него. Смотрите, вы заходите на этот сервис. Здесь можно по-разному смотреть популярность. Допустим, mostwatches, да? То, что больше всего смотрят. Можно выбрать категорию. Можно посмотреть без категории пока. Смотрите, раз. Больше всего смотрят. Телефоны пошли всякие, айфоны. Вы, возможно, кто-то захочет выбрать категорию, да, определенную. И хочу вам напомнить, что нам, как, ну, скажем так, новичкам, нам можно делать листинг не на все товары, не из всех категорий. Поэтому берем что-нибудь самое простое, особенно в первый раз, там, первый 10 раз. Что-нибудь из разряда, там, посуды, не знаю, ножей. То есть, это у нас категория Home and Garden, да? Так она называется. Вот она. Давайте посмотрим, что в ней популярно. Смотрите, вот, кто бы из вас, да, мог подумать, что в Америке сейчас популярны газовые генераторы, которые работают на пропальне. Никогда бы не подумал. Ну, тут стулья всякие, вот, да, в том числе ножи. Вот, то есть, первичную информацию вы можете взять здесь, чтобы по Амазону, там, в судорогах не вводить разные слова и думать, что бы такое подобрать. Вот она, здесь вся эта информация есть. Также здесь можно искать не только потому, что сейчас вот смотрится лучше всего на eBay, да, а по ключевым словам, которые вводятся на eBay в качестве запроса в поиске. Смотрите, это у нас топ eBay searches. Заходим. Ну, давайте пока без категории, просто посмотрим. Вот они, запросы. PlayStation 4, Xbox, iPad. Понятно, да? И смотрите, еще сейчас покажу, просто пример реальный. Я зашел в категорию игрушек. Так, как она здесь называется? Toys Hobbies, да? Посмотрел, что здесь сейчас самое актуальное. Lego Star Wars, да? Вот этот Lionel я посмотрел, это такие поезда игрушечные и всякие другие модельки там. Ну, не важно. Посмотрел Lego Star Wars, пошел на Amazon, нашел их, сделал листинг. Сейчас сделан у меня. Вот, да. И у меня просто, сейчас я смотрю, у меня больше всего просмотров, именно поэтому Lego Star Wars из всех товаров. Только потому, что я перед этим посмотрел вот здесь. Ну, то есть я не скажу, что намного больше, но реально видно, что больше. Так что вот, реальный результат. Теперь, смотрите, вот вы здесь посмотрели, выбрали то, что вам интересно, категорию, посмотрели, что можно тут взять. Вы идете либо на Amazon сразу, либо можно воспользоваться поиском продукт research у нас в Infinii Backoffice. Вот он, продукт research. Вводим сюда, ну, допустим, ножи, да, вот. Я тут уже искал ножи. Даже не так, вот так вот. F-set. И, смотрите, здесь нас интересует то, что больше 35 долларов, потому что бесплатная доставка по США. По США, да, вы помните. Сортируем по цене после этого. Ну, вот давайте зайдем на Amazon и посмотрим вот эти ножи за 50 долларов. Вот они, эти ножи. Здесь видите, что это от Amazon. Доступна упаковка подарочная. Все. Ну, сейчас нас это не особо интересует, потому что мы берем название вот это. Да, идем на eBay. Идем на eBay. Здесь ищем эти ножи. Вот они. Теперь давайте посмотрим, сколько было продано. Для этого ставим галочку Sold Listings. и это вот те ножи, которые были проданы. Смотрите, если здесь их много, именно таких ножей уже продано было, да, за последнее время, в принципе, вы можете остановиться и на них, и взять их в качестве товара. Если их немного, ну, вот смотрите, здесь раз, два, три, четыре, ну, пять, по-моему, тоже они, ну, не так много на самом деле, то вы заходите просто на товар, который уже был продан. И здесь вот нажимаете остальные товары этого продавца. и здесь уже смотрите то, что вам подходит по цене. Так, ну, вот это какая-то машинка для волос, да, но я не думаю, что она реально там хорошо продается, можно посмотреть. ставим галочку и смотрим. вообще, одна продажа 25 января. Ну, как-то немного, да? Все, идем дальше, смотрим, что тут еще есть, то, что нам интересно по цене. Еще вот какие-то ножи есть. вот так. Это какие-то вот пластмассовые лопатки, чтобы, я так понимаю, сковородки тефлоновые там использовать для них, да? Ну, давайте вот зайдем посмотрим, как они вообще. продаются, не продаются. Ну, конкретно эти не очень, но вообще вроде как вроде как да. И вот таким образом, таким образом вы просто перебираете эти товары у этого продавца, который уже, грубо говоря, знает, что делает, да? Вот это все он продает. И это у него продается. Поэтому здесь вы скорее всего найдете то, что вам интересно. Так. Вот посуда, но она для нас дорогая, да? В долларах это получится 134 доллара, но это слишком много. Нам нужно подешевле товар какой-то. Ну, вот, допустим, эти миски. 42. Это значит, что на Амазоне они, скорее всего, будут стоить меньше 35, это нам тоже не подходит. так что давайте возьмем вот эти ножи, да, в качестве примера. Тем более, вот здесь они 70 долларов у него. Возьмем прямо вот это название. Пойдем в продукт research. Вот. 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 что-то он задумался. И все, ничего не происходит. Ну, возможно, опять, в общем, какие-то проблемы на сайте. Не так важно. Мы можем сделать листинг вручную. Просто нажимаете eBay, создать листинг. Все. И здесь создаете листинг. Сейчас не буду показывать, потому что это тоже, во-первых, уже рассказывалось, во-вторых, мы потом можем отдельное занятие еще поэтому сделать. Что я хотел сказать еще? Вот. По моим наблюдениям, я говорил вначале о категориях. В принципе, Infinii нас страхует. Если вы попытаетесь, вы возьмете товар, который не подходит, вам нельзя его на eBay выкладывать, то Infinii вам сделает предупреждение. Вы не сможете такой товар опубликовать. Таким образом, они нас страхуют, чтобы мы не наделали каких-то ошибок лишних. Вот. Поэтому мне вот это тоже. Просто я попробовал опубликовать товар в категории автомобилей и запчастей, и вот у меня не получилось. Так, ну, вот в целом, наверное, все по поиску. Это один из способов. И я еще хотел сказать, что в Infinii уже большая часть видео переведена. то есть они с субтитрами и вы можете ими пользоваться. Смотрите, для тех, кто еще не знает, вы просто запускаете видео, переводите на русский и у вас идут субтитры, да? То есть вот это вот понятно, да? Так, вот есть у кого-то вопросы по этому материалу? Ребят, из тех, кто вот у нас здесь в чате на хангауте. Да, у меня вопрос. Да, я слушаю. Вот если вернуться сейчас к видео, которое только что показывали, да? Там есть раздел для International Members. Вот насколько я знаю, по-моему, вот это относится к нам. А вот все, что до этого, eBay, тренинг, Amazon, это вроде как к американцам. Вот насколько это, что не знаешь об этом? То есть нам нужны видео именно из International. Да, но дело в том, что смотрите, International у нас сделано для всех, да? Для всех стран вот этот один раздел. Как я выяснил, для России вот эти 10 продаж внутри страны предварительной, чтобы выйти на рынок США торговать, они не обязательны. Поэтому в России достаточно завести аккаунт на eBay и сразу же можно торговать на США. Ну, а соответственно торговля на рынке США это уже вот этот первый раздел по eBay. То есть вот такая информация. еще вопросы какие-нибудь. Анатолий, то есть ты рекомендуешь сейчас уже всем заводить, вот, например, пришли новички, кто-то еще не заводил, уже всем заводить аккаунт на eBay и уже начинать смело торговлю вести на американском рынке. Я да, я только еще раз акцентирую внимание, что тех, кто проживает в России и регистрирует соответственно аккаунты на eBay на твой реальный российский адрес. Потому что в остальных странах есть проблемы, ну, где-то. Я не могу за все страны сказать. Ну, Казахстан, Украина имеют, да, такие проблемы пока? Казахстан и Украина там имеют кучу вообще всяких проблем. Там даже они не могут работать нормально с PayPal, поэтому там еще даже рано говорить о том, чтобы выходить на американский рынок. Они даже на свой на казахский рынок не смогут пока выйти, потому что у них не работает PayPal. Насколько мне известно, сейчас компания решает этот вопрос, ищет альтернативный метод, как это все делать, то есть это происходит в реальном времени, поэтому рынок Казахстана и Украины в ближайшее время будет дан какой-то альтернативный вариант. Да, да, я тоже об этом слышал. Я тоже как бы информацию по этим вопросам собираю но пока однозначного решения я не вижу, например. Пока что даже не готов что-то кому-то посоветовать, там не так все просто, есть сложности, и если мы сейчас будем в этих странах делать какие-то поспешные шаги неправильные, то потом это может привести к блокировкам аккаунтов и так далее. То есть будет потеряно время, силы потраченные и все в пустую. Анатолий, а по бананзе можешь просветить? Там тоже надо PayPal или там можно без обойтись без PayPal на бананзе? Смотрите, на бананзе можно обойтись без PayPal, так же в принципе как и на eBay. Есть возможности обойти PayPal, принимать на карточку, но я хочу вам напомнить, что у нас в Infinii чтобы пользоваться автоматизацией, смотрите, eBay сеттингс, когда мы привязываем eBay, у нас здесь есть возможность привязать только наш PayPal аккаунт. и получается таким образом, что пока что Infinii с другими видами платежей просто не может работать. Так же как и для бананзе по-моему то же самое. Давайте посмотрим бананзе. Да, видите, здесь PayPal аккаунт email и все, и больше никаких настроек нет. Это значит, что я не знаю, насчет вот этих методов перевода прямо на карты, чекаут так называемый, тут еще нужно разбираться и мне вот еще пока непонятно, можно ли это нам использовать или нет. Анатолий, спасибо за разъяснение, Елен Манко. Да. И у меня, знаете, какой вопрос, а может быть просто даже не вопрос, а некоторые замечания, потому что наши структуры, партнеры из Казахстана сейчас очень волнуются в ответ на ваши слова. Поэтому я думаю, что можно сказать так, что если, скажем, на вложенные 50 долларов партнер будет получать 250-300 долларов на спрингборде, то я думаю, что для многих это, так сказать, неплохое вложение на тот срок, пока компания будет искать какие-то альтернативные варианты, как вы думаете? Нет, просто мы сейчас вариант со спрингбордом не рассматриваем вообще. Понятно, что торговать на спрингборде можно вообще из любой страны. Здесь вот эти все нюансы eBay, PayPal, они не важны. Да, то есть доход со спрингборда будет получать любой партнер с любой страны, здесь проблем нет. Так что я продавала потому что я выставила свой товар и посмотрела приблизительно сколько я получу на свой пакет Prime. Вот, и у меня получилась в принципе где-то вот эта цифра, которую я озвучила, то есть на 50 долларов получилось где-то 250-300 в месяц. В принципе это неплохо для многих людей. Ну да, если к этому так относиться, то да, это неплохо. Ну, просто я, например, хочу больше, да, многие, наверное, тоже хотят. И мы сейчас говорим именно об этом. А, конечно, спрингборд здесь вопросов нет. Это для новичков, вообще, для тех, кто вообще только зашел, прикоснулся, он даже не знает еще, может быть, что такое eBay, что такое Amazon и как вообще все это происходит. Самое простое и самое первое, что нужно сделать, это зарезервировать товары на спрингборде, заодно немного подучиться, да, как их там искать, ну, хотя бы первоначально. И таким образом уже втянуться в эту тему и дальше уже делать все остальное. Да, еще есть маркетинговая составляющая, которую тоже не надо забывать. И, например, человек, который инвестировал в свой бизнес 50-100 долларов, получил 300 долларов, ему ничего не мешает, приглашает других людей также заниматься бизнесом, получает еще смаркетинговую составляющую, а там можно зарабатывать и тысячу, и пять тысяч, и десять тысяч долларов в месяц. То есть это тоже никто не отменяет, и это сейчас все работает, и все действует в реальном времени. Да, конечно, конечно. Мы просто сейчас об этом даже не говорим, потому что у нас было запланировано именно вот такое обучение по поиску товаров. Конечно, эти все вопросы, это все понятно. Я по поиску еще, наверное, хотел что-то добавить. Анатолий, вот скажите, пожалуйста, вот как раз по поискам, скажите, пожалуйста, людям, каким образом переводить русские рублевые цены в долларовые, для того, чтобы они могли быстро ориентироваться. В принципе, это достаточно легко, я думаю, вы это знаете, но просто покажите. Вы имеете в виду на ebay или переводить где? Да, 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 когда, сейчас, одну секундочку, да, да, когда человек заходит, скажем так, через русский интернет, с русского компьютера, да, или там с казахстанского, или откуда-то, у него будут цены, соответственно, в той валюте, в той стране, где он живет. Вот, и для того, чтобы сравнить и найти товар, ему нужно, естественно, если он будет потом искать его на амазоне, на ebay, ему нужно будет долларовые цены. то есть, вот эту функцию можете показать прямо сейчас? Я понял. Вы знаете, я тут специально этой функцией не занимался, у меня, смотрите, все в рублях, но я, когда вы заходите на этот товар, там уже цена в долларах, да, поэтому, ну, наверное, можно сделать так, что будет писаться в долларах изначально здесь. здесь. Я, честно говоря, даже как-то на эти мелочи не обращал внимания, мне, меня это абсолютно не напрягает. Я не понял, куда он зашел, где-то уже. Я поняла, вот меня напрягало, когда я сравнивала, то меня это напрягло, и, собственно, поэтому я это заинтересовалась этим вопросом. У вас будет сеч в правом верхнем углу, и там дальше вы уже будете, вам будет подсказывать система, что делать, вы просто будете, надо будет сделать отмену рублевого эквивалента и поставить доллары. Там очень просто все. А, ну вот, видите, такие нюансы. На самом деле, много нюансов на том же eBay, да, и просто я просто на некоторые мелочи не обращаю даже внимания, потому что ищу только то, что мне надо, иначе там можно застрять вообще навечно на этом eBay, там столько всего. Друзья мои, спасибо, значит, я так понял, что мы уже как раз очень продуктивно сегодня пообщались, и много Анатолий рассказал. Если таких больше конструктивных вопросов на сегодняшний день нету, то мы как раз не планировали долгую сегодня делать встречу, теперь пришла пора именно потренироваться, поработать с этим, попрактиковаться, и Анатолий, давай запланируем, то есть мы, наверное, на следующей неделе, на понедельник мы запланируем следующую нашу встречу, мы будем дальнейшее проводить обучение, чтобы уже подвести людей к тому, чтобы люди практически стали зарабатывать по несколько сот долларов в день на торговле. Я так понимаю, Анатолий, это то, к чему мы стримимся, правильно? Да, да, ну отлично, можно и на понедельник. Я сейчас просто хотел, да, хотел напомнить, что, ребят, для тех, кто еще, не понимает или забыл, что делать, смотрите, поиски я показал, как искать, вы, значит, делаете первый листинг на eBay вручную, тоже видео есть, все, есть и на сайте Infinii в обучении, если вам там что-то непонятно, заходите на мой сайт, смотрите там, и после этого и после этого уже привязываем наш eBay к Infinii и после этого можно делать автоматизированные вот эти листинги. Отлично, отлично. Хорошо, друзья мои, давайте на этой позитивной ноте завершаем. У нас на канале YouTube есть два вот этих обучения, есть видеоролики в бэк-офисе Infinii, просто начинаем практически применять эти знания. Хорошо, друзья мои, с вами Фомин Алексей, до новых встреч, всего вам доброго, спасибо, что вы нашли время сегодня с нами провести вот это обучение. Всего хорошего, до свидания, успехов. Субтитры сделал DimaTorzok